Привет, друзья! Вы на моем канале про моду-шопинг модные путешествия. Я Анастасия Шнайдер и сегодня я решила сделать вам видео про мои покупки этого года, подвести, так сказать, итоги всего года и поделиться с вами самыми интересными и самыми значимыми, на мой взгляд, покупками в мой гардероб, который я осуществила в течение всего этого года. Если вам это интересно, не переключайтесь и продолжайте смотреть. На самом деле я долго думала делать это видео или нет. Друзья, в этом видео я буду не только вам показывать одежду, но также много говорить. Мне кажется, что пришло время нам немного поболтать и я чуть-чуть расскажу вам про себя, про свой подход к покупкам. Возможно, если вам это не интересно, вы можете на ускоренную скорость ставить и посмотреть быстрее и быстрее просто технические покупки. Вы меня часто спрашиваете, почему я не показываю вещи, которые покупаю, купила ли я что-то в момент примерок или нет, ну и так далее. В 2021 году, в самом начале, я проанализировала, что происходило в моей жизни, как продвигался мой собственный опыт шопинга, и я поняла, что мне глобально ничего не нужно. Ну вот, правда, ничего не нужно покупать, не надо не тратить время, ни деньги и не захламлять шкаф. Соответственно, я решила поставить себе эксперимент. Я решила не покупать ничего, совершенно ничего в течение всего 2021 года. Как вы видите, раз мы смотрим сегодняшнее видео, то эксперимент этот провалился. Но, на самом деле, он длился достаточно долго, примерно, наверное, так, если я не ошибаюсь, месяцев пять я точно ничего себе не покупала. Это, кстати, очень классно. На самом деле, я себя прекрасно чувствовала, я понимала, что мне ничего не надо, и я просто просматривала какие-то коллекции, то, что мне нравится. Мне всегда что-то нравится, но, в общем, я чувствовала себя прекрасно. Почему я стала покупать? Потому что я стала путешествовать, то есть открылись границы, стало больше возможности передвигаться, и пошло-поехало. Знакомство с новыми брендами, винтажный шопинг, доступные какие-то новинки в брендах, которые у нас не представлены в Швейцарии. Ну, в общем, эксперимент, я вам скажу, провалился. Но, однако, купила я очень мало, поэтому я не делаю в течение года каждый месяц видео с распаковками, потому что я действительно не покупаю настолько вещей, чтобы сделать отдельное видео, посвященное только моим покупкам даже раз в квартал. Этого не происходит, и поэтому я делаю это раз в год. По плану сегодняшнего видео я хочу вам рассказать, хочу ответить на вопрос моей подписчицы. Это тоже связано с темой покупок, и она мне вопрос задала, на самом деле, летом. Я не знаю, мне кажется, она меня больше не смотрит. Хоть она и обещала смотреть у меня все дальнейшие видео, но больше комментариев от нее и не получала. Но, тем не менее, вопрос интересный, и я думаю, что, может быть, вам тоже будет интересно послушать ответ на него. Приступаем к покупкам. И самое, наверное, яркое... Нет, не самое яркое, они у всех самые яркие. Ну, в общем, я даже не знаю, какие из них мои любимчики. На самом деле, все вещи, которые я купила, я их нежно люблю и очень радуюсь, что они появились у меня в гардеробе. Итак, это Тренч Мюкель Хоффман. Сейчас я вам представляю его вариацию без рукавов. К нему прилагаются вот такие рукава. Смотрите. Они присоединяются на пуговицах. И он выглядит, конечно, безумно красиво. Я в него влюбилась, когда делала в шоппинг-влог в Париже в больших магазинах. И там консультант познакомил меня с этим брендом. Это немецкий бренд, который находится в Мюнхене. Это Тренч Трансформер. У него, как вы уже видели, отстегиваются рукава. У него очень интересная сзади вот эта деталь на спине. Видите, перекрестная идет. К этому Тренчу, помимо его классического пояса, предлагается вот такой широкий пояс, который шикарно оформляет зону талии. И я буду пользоваться этим поясом летом, когда планирую носить этот Тренч в виде платья. Потому что можно также отстегнуть рукава, глубоко запахнуть здесь все, закрыть. И будет шикарное платье, потому что на самом деле хлопок здесь достаточно, я не могу сказать, что тонкий, но как у плотного платья. То есть он не пропитанный, он именно хлопок-хлопок, поэтому вполне возможно носить именно как платье. Этот Тренч, это был просто хайлайт, наверное, всех моих покупок таких, если я скажу про массовое производство. Это просто моя любимая вещь, и я его именно предпочитаю носить в таком формате без рукавов, потому что такой фасон ношения является супертрендовым, самым актуальным на данный момент. И я нахожу, что вот этот Тренч смотрится без рукавов просто идеально. Нашла его невероятный способ, он увидела в Париже, стоил я не помню даже сколько он, если честно. И я начала о нем думать, ну вы видели, я его показала в моем видео, и я нашла просто сайт Мюкки Хоффман, и на сайте этот Тренч оказался со скидкой 50%, то есть дешевле, чем у Франции, и не было размера. Мы написали в службу поддержки, что друзья, если у вас, наверное, эска где-нибудь завалялась, потому что он идет в двух размерах, XSS и ML, если не ошибаюсь. И они ответили, что у них есть размер. Представляете, на сайте не было размера, а они ответили, что у них где-то, видимо, на складе остался. И они мне его прислали, так что я супер рада, и я просто счастлива, ношу его с удовольствием, сейчас уже холодно для него, но, в общем, он послужил мне верой и правдой всю осень. Следующая покупка, друзья, это тоже один из хайлайтов, я говорю, у меня сегодня все вещи, все самые мои любимые, это вот этот жакет Yves Saint Laurent. Тоже, я думаю, что, конечно, это видео смотрят в основном мои подписчики, вряд ли кто-то, кто на меня не подписан, заинтересуется этим видео, но, так или иначе, если вы не смотрели предыдущие мои видео, я снимала в шоппинг-влог, винтажный шоппинг-влог в Вене, и, друзья, когда я его увидела, если честно, вы знаете, вот, опять-таки, я не покупаю вещи, на самом деле, много, в больших количествах, но есть такие моменты, когда ты видишь вещь, и ты чувствуешь связь, ты чувствуешь, что ты не можешь просто ее не купить, вот, все, это да. Да, я ее увидела, этот жакет, во-первых, покорил, конечно же, меня этот синий цвет, я обожаю синий цвет, и в целом состояние, безусловно, его, и я давно хотела себе винтажный жакет в таком формате, именно марки Люкс, у меня есть винтажные жакеты, но не Люкс, и Saint Laurent, конечно, был в списке того, что я хочу получить. Итак, в итоге, я вот в этом магазине, я его примерила, и это, на самом деле, в общем, это небольшая ошибка, но вы знаете, как только человек примеряет вещь, он ее как будто бы себе уже присваивает, это тоже техника продаж, одна из техник продаж, и, в общем, этот жакет просто оставил огромный след в моем сердце, я ушла из магазина, я не купила этот жакет, но мы очень хорошо подружились с владельцем, он дал мне контакт и сказал, ну, в общем, если ты передумаешь, если захочешь что-то купить, пиши, мы тебе можем отправить в Швейцарию, мы можем зарезервировать, в общем, как угодно. В итоге, не заставил долго ждать, я протерпела, наверное, только один вечер, и тут же ему написала имейл, сказала, что, пожалуйста, зарезервируйте до завтра, и на следующий же день я пришла и купила этот жакет, конечно же, счастью моего нет предела, я его тоже часто ношу с различными вещами, и в комбинации с юбкой, и в комбинации с джинсами, смотрится он невероятно интересно, безусловно, видно, что это винтажная вещь по фасону, но, тем не менее, сейчас тоже современные бренды делают в таком формате жакеты тоже. Здесь, что интересно, его история, кстати, как он попал в Вену, дело в том, что француженка переехала жить в Вену, и она оказалась дочерью ассистента Ив Сан-Лорана, то есть этот ассистент работал непосредственно с Ив Сан-Лораном в свое время в Париже, а это ее дочь, и ей в наследство осталось огромное количество вещей напрямую от Ив Сан-Лорана, и она их частями перевозит в Вену, но, видимо, ей они не нужны, и она их сдает в такие винтажные магазины, то есть этот жакет, это условно, я даже не представляю, это на самом деле самая, наверное, близкая вещь к ее создателю, которая была, то есть это тоже дополнительную особенность для меня создало, сразу в глазах, то есть этот жакет видел своего создателя, безусловно, и более того, служил человеку, который работал на Ив Сан-Лорана, и это вообще супер. Плюс ко всему вещь никогда не была в перепродаже, потому что часто вещи винтажные покупаются, перепродаются, то есть это один-единственный хозяин, идеальное состояние, шерсть, я просто влюблена, в общем, это моя любовь. Так, следом идет тоже интересная история, в прошлой осенью я делала примерку в кос, и я вам показывала кожаную такую туникую рубашку персиково-бежевого цвета, и она мне тоже очень понравилась, и мне захотелось эту рубашку купить, но я ждала скидок, скидки наступили, рубашка не попала в их число, окей, я думаю, надо подождать еще, в общем, я ждала-ждала, получается, ждала я примерно месяцев 7 или 8, и потом я познакомилась тоже с продавцом кос в Цюрихе, мы с ним разговорились, и он мне поведал такую историю о том, что кожа в кос почти никогда не попадает в распродажи. Кстати, девочки, кто из России, на российском сайте сейчас, если я не ошибаюсь, висит юбка А-образного силуэта серая кос, по скидке, и это просто единственная вещь из кожи, которая сейчас доступна по скидке. Ну так вот, я поняла, что я не дождусь эту рубашку по скидке, нужно действовать, потому что она производила некоторые мыслительные процессы в моей голове, я постоянно про нее думала, и мне нужно было что-то кожаное в таком формате в гардероб. И так как у нас в Швейцарии цены в два раза выше, чем в окружающей нас Европе, на самом деле, то есть если эта рубашка стоила в Европе 290 евро, у нас стоит эта рубашка 450 франков, франки евро примерно равны, там небольшая разница, но представьте, разница в ценах огромная. У меня есть подружка в Париже, и я договорилась с ней, и заказала на ее адрес, я еще схитрила, я зарегистрировала адрес почтовый, то есть там при регистрации вы получаете 10% скидки, у меня получилась небольшая совсем скидочка, 10% и плюс французская цена. И эта вот рубашка, она теперь со мной, вы тоже ее видели в моих видео, я ее носила, мне кажется, в обзоре в Outlet в Париже, как раз-таки тогда я ее и заполучила, наконец-таки. Вот такая рубашка, прекрасное качество, до сих пор висит в магазине у нас в Цюрихе, она висит до сих пор по полной цене, представляете? Ну, то есть, мне кажется, это просто гениально, что я ее смогла выхватить именно по французской цене, она не теряет своей актуальности, кожа это постоянный тренд, и опять-таки мне она очень нравится, то, как она выглядит, и то, как она служит в моем гардеробе. Вот такая история интересная рубашки. Так, друзья, мне кажется, теперь пришел момент ответить на вопросы, потому что у меня запланирован вопрос, ответ. Итак, меня подписчица спрашивает, сегодня мода просто реактивно меняется, невозможно иметь столько средств, только и слышишь, это уже не актуально, устарела ни мода, ни в тренде. А куда девать эту так называемую устаревшую одежду? Она же не копейки стоит, даже если и копейки, кому как? Вы, например, куда деваете и часто ли меняете гардероб? Здесь очень много вопросов сразу разных. Первое. Как часто меняете гардероб? Я уже ответила, что я меняю гардероб совершенно нечасто, покупаю очень осознанно только те вещи, которые понимаю, что мне нужны, я буду их носить. Все. То есть гардероб в моем случае обновляется нечасто, несмотря на то, что я стилист, и в инстаграме нужно постоянно демонстрировать какие-то интересные образы, мне это никак не мешает, я пользуюсь тем, что у меня есть. Дальше. Второй вопрос. Куда, например, девать можно одежду? Девать одежду можно, во-первых, ее перепродавать, потому что есть люди, для которых тренды и актуальность, неактуальность фасонов никакой роли не играют, и можно эту одежду перепродать, даже за небольшие деньги, но в целом можно какую-то сумму с этого скопить. Также можно благотворительные фонды, благотворительные магазины отдавать, если они есть в вашем городе. В нашем есть специальные баки, куда можно класть одежду в хорошем состоянии, и она потом передается тем людям, кто находится в нужде. Ну, то есть, как минимум два способа, и либо можно найти ответственную переработку, например, в H&M, но я знаю, что много очень скандалов было с этим связано, не могу ничего сказать вам, как сейчас состоят дела, но, в общем, можно найти место, куда можно сдавать вещи, которые находятся, например, в плохом состоянии, на ресайклинг, то есть на переработку, и в таком случае вещь потом где-то переродится, продолжит свою жизнь. И три, можно самому заняться апсайклингом, это когда вы сами переделываете вещь, но это для творческих, для тех, кому есть время на это, для тех, кто видит, как это можно сделать, то есть есть еще такой вариант, и, ну, можно просто кому-то подарить, опять-таки обменяться вещами, если они, например, вам просто не подходят физически, да, или просто разонравились, такое тоже бывает, можно просто с подружками обменяться вещами, и для кого-то эта вещь может стать отличной находкой. Ну, вот, как минимум, сколько, несколько вариантов я, может, уже предложила. По поводу фразы, только слышишь, эта мода быстро меняется, только и слышишь, устарела или актуальна, и тренды. Вот, мне кажется, здесь три важных смысла, тренды, быстро меняется, устарела. Первое. Мода, на самом деле, меняется не так быстро, в последнее время мода замедлилась, и если у вас тренды, в целом, да, следование трендам, как бы это жестко ни звучало, оно, в принципе, направлено на богатых людей, на тех, кто может позволить себе менять тренды каждый раз, как только они меняются, и, главное, каждый раз, как только они приходят, то есть как только появляются, чтобы выглядеть остро модными. То есть это для модников, либо не богатых, но для тех людей, кто может раздобыть тренд за небольшие деньги, и для кого это действительно важно. Я верю в то, что обычному человеку, я имею в виду людям, кто не фэшронист, не модный блогер, не зациклен на трендах, не надо менять одежду так часто. Это вообще бессмысленно. Что важно, на мой взгляд, это силуэты, фасоны. Вот они как раз-таки меняются и служат опознавательным для нас знаком, человек современный или несовременный. Но что я вам скажу, такого типа фасоны меняются не каждый год. В целом смена фасонов происходит раз в 8-10 лет примерно. Ну, на некоторые вещи 3 года, 4. Ну, согласитесь, 3-4 года минимум это вполне достаточно, чтобы вещь, во-первых, вам послужила долго, во-вторых, чтобы даже если вы вложились и купили дорогую вещь современного фасона, она вам прослужит опять-таки долго. Здесь нет речи о том, что фасоны быстро меняются. Приведу вам пример. Скини от нас ушли в 2017 году, когда пришли мам джинс. Вот смотрите, уже 4 года как скини не актуальны, а актуальны мам джинсы были до прошлого года. То есть с 2017 до конца 2020, 3 года были актуальны мам джинсы, бэгги джинсы, то есть такие более широкие джинсы. И вот в прошлом году особенно активно пришли широкие джинсы-трубы, о которых я постоянно говорю в своих примерках. Вот эти джинсы с нами еще пробудут еще 2-3 сезона. Видите, как они меняются? Именно цикл очень длинный. Форма жакетов в 2005-2006 году, куценькие такие приталенные жакеты, которые от нас ушли примерно в 2015-16, смотрите, они продержались примерно 10 лет. С 2015 года стали уже 16-го вот такие более широкие, мужского кроя, двуборные. Ну то есть совсем другой фасон, другой крой. Но даже если жакеты, которые вы купили в 2016 году, они до сих пор актуальны. 5 лет прошло. То есть сейчас примерно происходит немного сдвиг. Вот мы как раз возвращаемся в 2000-й. Пройдет сдвиг в фасонах, но она, однако, не вернется в 2000-й. Это будет видоизмененный 2000-й. То есть что я хочу сказать? Человеку в целом не нужно менять одежду так часто, чтобы выглядеть современно и актуально. Нужно просто отслеживать фасоны и ориентироваться именно на них. И опять-таки это достаточно длительный период. Поэтому тренды, да, вот эти быстроиграющие тренды, они как раз-таки на тех направлены, кто может себе это позволить. И для кого это не является головной болью, если для вас это головная боль, значит просто соберите себе отличнейший базовый современный гардероб. Вы будете выглядеть просто идеально. Никто не скажет, что вы одеты не модно. И все будет супер. Надеюсь, для кого-то это было полезно. И напишите, как вы справляетесь со своими вещами, потому что те варианты, которые я предложила, может быть у вас есть какой-то другой вариант, куда можно одеть вещи, которые, например, уже вот вам либо вышли из тренда, либо уже устарели. А, еще важно. Собственный стиль. Для этого мы как раз-таки занимаемся поиском собственного стиля, потому что если вещи соответствуют вам, соответствуют вашему внутреннему наполнению и отражают вас, то тренды уже уходят совсем на второй план. Даже если вы подтянули какой-то тренд, он полностью вас выражает. Если он ушел, вы его на себя уже применили, вы его освоили, и вы будете его носить дольше, даже если это не актуально. Who cares? Ну, правда, кому какая разница? Самое важное, это ваш индивидуальный стиль, ваша индивидуальность, друзья. Поэтому займитесь этим, найдите свой стиль, найдите, что вас согревает, что вас вдохновляет, как вы можете выразить себя через одежду, и тогда вопрос про тренды уйдет абсолютно точно на второй план. Так, и вопросы-ответы закончились. Переходим к следующему. Следующее будет платье. Это платье с змеиным принтом. Вот такое платье. Это бренд Stand Studio. Они известны своими всякими кожными, интересными вещами. У них есть отличные чебурашки, плащи. Мне нравится очень этот бренд, очень современный, очень яркий. И вот я не устояла. Я обожаю сиреневый цвет. Змейного принта, кстати, в моем гардеробе не было до этого. И я вам скажу честно, я купила это платье, я загорелась, теперь я хочу себе минимум юбку, может быть брюки. И мне кажется, что этот принт мое. То есть я себя полностью в нем хорошо чувствую. Сочетаю я это платье, оно достаточно плотное. Зимой я ношу с водолазкой такого же цвета, сиреневого отлично получается комбинация. Летом или весной буду носить его уже в таком формате, уже без ничего. Где я его взяла? Тоже очень важно. Есть такой сайт, который называется Outnet. И это просто рай, друзья, там столько всего. Это сайт, который собирает распродажи. То есть не распродажи, а собирает скидочные вещи, совершенно абсолютно различных брендов. Там огромный лист брендов, люкс-брендов из среднего ценового сегмента. И вы можете всегда найти что-то интересное. Они просто точечно, например, я так понимаю, это какие-то остатки. Там очень много обуви небольших размеров, либо больших. То есть что-то вот с размерной сеткой, когда самые ходовые ушли, а не ходовые остались. И это, конечно же, вещи не текущих коллекций. Там я нашла, кстати, у Ганни жакет текущей коллекции с хорошей скидкой. Но что важно, этот сайт, так как про него многие знают, а вещи там действительно в единичном экземпляре часто представлены. То есть если вы нашли что-то и вам понравилось, не раздумывайте, просто сразу берите. Знаете, что там вот этот поток, ротация этих вещей, она происходит просто с безумной скоростью. То, что вы можете себе сохранить вызбранное, через два дня это уже все исчезнет, потому что это все просто раскупили. Соответственно, я это платье тоже купила с очень хорошей скидкой. Не могу вспомнить, сколько оно стоило. Но точно это повлияло тоже на мое решение о покупке. И это платье просто, да, будет меня радовать. На этом сайте также есть вот мои любимые Tabi Boots Marjola, которые стоят, если они в магазине стоят 700-800, там можно найти за 300. Даже во время распродаж вы не найдете такую цену, потому что цена на Tabi примерно 30% скидку делают. Здесь получается больше. Некоторые вещи можно купить просто за копейки. Там платье Гани за 80 евро. Ну то есть почти что, даже не... Вот я видела в Second Hand такие. Ну то есть получается, что это самое интересное место, где стоит искать. Там отличная верхняя одежда. Там можно джинсы, кстати, найти неплохие. И размеры, кстати, тоже есть. Просто нужно хорошо поискать. Очень много обуви. Сумки, кстати, мне там не понравились. Сумки очень устаревших форматов. Такие уже, знаете, которые совсем не актуальны. Единственное, что я нашла, одно Реджина Пио. Те, которые я вам рассказывала, как японский такой кулечек для завтрака. Вот такая сумка там была. Она актуальна. И она там еще висела. То есть нужно понимать тоже, вот здесь как раз-таки нужно ориентироваться по фасонам, по моделям. Есть вещи, которые уже устарели. И вот в сумочном разделе таких вещей, мне кажется, процентов 80. Поэтому внимание. И туда мы смотрим все с осторожностью. Еще одна покупка с этого сайта. Это юбка. Я, в принципе, ориентирую свой гардероб на юбки и платья. Я их очень люблю и хочу их множить в своем гардеробе. Я купила вот такую юбку. Это марджела. Мизо марджела. Это даже не вторая линейка. Это самая настоящая линейка. То есть это люкс, делюкс. Вот он мой. Моя первая покупка марджеллы в жизни. Если не считать мою сумку трансформер. Даже не трансформер, а сумка такая перевертыш. Это тоже был марджела. Но это коллекция, коллаборация с H&M. Поэтому это, можно сказать, опосредованно марджела. А это самый настоящий марджела. Посмотрите, юбка идет на запах. Она вот такая широченная. Там шикарный идет запах. Здесь все говорит о стиле и дизайне марджеллы. Потому что здесь вот, видите, застежка. Как будто бы это джинсы перешитые. Кстати, я подумала, помните, я юбку перешивала. Это вот та же самая тема. Вот, как будто бы перешили джинсы. И вот так они смотрятся. И это все так очень интересно завернуто. Единственное, что минус по размеру. Она мне чуть-чуть велика в талии. Здесь две кнопки. Я их перешила. Но нужно еще чуть-чуть постараться посерьезнее заняться этим. Поэтому на талии она мне чуть-чуть великовата. Со свитером смотрится хорошо. А вот с более узким нужно, в общем, перешить еще раз эту пуговку. И будет идеально. Очень хороший деним плотный. Она миди. Безумно интересный оттенок такой белый. Бело в серую дает. И с оранжевой прострочкой. Просто эта юбка тоже моя любовь. И я теперь буду ее часто носить. И очень этому рада. А, я не вам не сказала про этот жакет. Кстати, вот он. Вот он жакет. Тоже моя покупка. Мы верхи уже закончили сами. Жакет из манго. Кто-то там мне писал какую-то критику по поводу того, что сейчас все в нем ходят. Я вам скажу так, друзья. Я уже вам сказала, что я покупаю вещи только те, которые считаю нужным. И не гонюсь за вот трендами. За тем, чтобы вот быть как все. Мне здесь понравился цвет. У меня зеленого такого цвета нет в гардеробе. И мне понравился состав. Я вам скажу, что в масс-маркете жакеты найти очень хорошего состава это большая проблема. Зара часто грешит ужасной синтетикой. И у нее вот так вот лезут. Потом пушатся. Вот все это, в общем, ужасно теряет форму. И в манго я увидела этот жакет и посмотрела состав. Я просто обалдела. Соотношение на качество просто прекрасное. Мне очень нравится такого типа жакетики. Поэтому я его взяла. Мне все равно, кто в метро ездит, тысяча человек вместе или нет. Я не езжу в метро в России. Поэтому мне шанс встретить людей, кто ходит в этом жакете в Люцернии, даже в Цюрихе, просто минимален. Поэтому я радуюсь тем, что этот жакет полностью соответствует мне. Он соответствует требованиям, которые я накладываю на вещь. Он мне будет слушать, я уверена, не один сезон, когда те, кто на волне его купил, относят и забудут. А я его как раз буду шикарно носить. Поэтому здесь нет ничего плохого в том, чтобы покупать вещи, даже которые являются такими хайповыми. Да, есть такие знаковые вещи в каждом сезоне. Каждый бренд что-то выпускает, которое потом действительно покупают многие. Но я вам скажу, что Инстаграм на самом деле тоже создает большую иллюзию в том, что эти вещи, правда, носят все. Если мы выйдем на улицу и посмотрим, как одеты люди и что они носят, окажется, что вот эти все Инстаграмные девочки, они где? Они вот растворяются в миллионах других людей, кто не носят эти вещи. Поэтому не надо путать искусственную Инстаграмную жизнь с реальностью и просто проще относиться к вещам. Если вам это нравится, покупайте, не нравится, не покупайте. Вообще не вижу в этом проблем. Так, и переходим, наверное, к топам. Сейчас я купила в этом году не так много топов. Кстати, показываю я вам не все покупки все-таки. Есть те вещи, которые я вам не показываю, потому что просто нет смысла. Ну, они не такие прям суперинтересные, чтобы обратить на них внимание. Какие-то базовые майчонки, свитшотики. В общем, это все. Просто проходим мимо. Есть две вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание. Это водолазка, которую я купила в Манго. Вот она такая водолазочка. Это просто Ганни. Ну вот реально они настолько вдохновились, я так скажу, Ганни, что выпустили вот такую водолазку. У меня здесь привлек, во-первых, скидка. Я ее взяла на скидки. И во-вторых, состав здесь вискоза. И поэтому лонгсливы, да, такие водолазки, обтягивающие вискозе, это тоже большая редкость. И я когда увидела состав, я думаю, ну, вообще сомнений не может быть. Кстати, друзья, подписывайтесь тоже на мой инстаграм. Я часто в сторис выкладываю свои находки. Я, честно сказать, веду это не на постоянной основе. Нет у меня регулярности такой. У меня нет времени сразу две социальные сети охватить с полным вниманием и ютуб, и инстаграм. И порой бывают в инстаграме пробелы. Но если этот пробел не существует, он заполнен всегда очень интересной информацией. Я нахожу в маск-маркете, в люксе. Я люблю очень рассматривать показы. Я смотрю средний сеновый сегмент. Обращаю внимание часто на сумки, на интересные. Ну, так вот, в маск-маркете я всегда нахожу какие-то интересные вещи. Именно с хорошими составами. Именно там вы можете все это увидеть сразу же, здесь и сейчас, как только эта вещь появилась. Потом это все раскупают. И меня многие благодарят за наводки, потому что я сразу вам, чук-чук-чук, друзья, смотрите, какая штука появилась в H&M, например, или в Манго. Супер состав берем. Через пару дней этих вещей уже нет, поэтому следите в инстаграме, сразу это все будет. Следующая покупка это H&M Body, вот такого прекрасного розового цвета. Это прямо Body Body с длинным рукавом, очень мелкий здесь рубчик, ткань. Приятный тоже здесь хлопок, поэтому я тоже его взяла, конечно же. Сидит оно хорошо. На мой размер, кстати, Body, я росту 164 рост. Внизу у меня чуть побольше M, наверху S, прям такой SS. Оно сидит на мне вот тютелька в тютельку. Если вы чуть повыше, все, это уже либо брать на размер больше, но тогда не будет облегания. Но на рост 164 идеально сидит, поэтому кто ищет, я скину ссылки. Кстати, те вещи, которые я показываю, либо бренды, либо сайты, на которые я сегодня ссылаюсь, вы все увидите в описании, так что тоже можете нажать. Эти Body висят еще в белом, таком молочном цвете, и в черном. Тоже шикарно, стоят просто копейки. Но выглядит супер классно, базовая вещь. И последний верх, вы видели тоже вот эту оранжевую штуку на мне уже. Это кос и вот такая сжатая блуза. Я делала даже видео с ним. Тоже мне очень нравится. Я купила как раз-таки, вот как раз-таки я примерила, показала вам ее, и потом начала думать, так, может быть, я хочу тоже. И в общем, в итоге я, конечно же, захотела, потому что тоже такого яркого оранжевого цвета в моем гардеробе не было. Теперь есть, как вы видите, смотрите по цветам. У меня появились в гардеробе вещи. Ну вот синий у меня присутствовал все-таки. Синий я очень люблю. Вот, смотрите, видите, какие цвета появились у меня в гардеробе. Очень яркие, такие насыщенные, плотные и радостные. И мне прям это все очень сильно радует. Ну вот, соответственно, этот лонгслив тоже из кос я нежно люблю. Интересная вещь. И опять-таки рекомендую. Мне кажется, он был на скидках уже в прошлом сезоне, поэтому если сейчас на скидках выложат опять, вы можете тоже купить. Он смотрится очень ярко и эффектно. Из аксессуаров я в этом году купила вот такую сумку. Мне ее привез муж из Лондона, потому что, опять-таки, я немного заторможенная увидела в Дании. Начала думать, надо мне или не надо. В итоге решила, что надо, но все равно не купила, потому что уже было некогда дойти до Аркет. У нас в Швейцарии Аркет не представлен. Я начала за ней охотиться. Но я люблю такое, да? И, соответственно, муж поехал в Лондон и привез мне эту сумку. Он там ее купил. Она оставалась, по-моему, в последнем экземпляре тоже. Вот такая дутая. Это как раз-таки тренд. Тренд этих сезонов. Дутые сумки такого спортивного формата. Она чуть-чуть более в холодный оттенок уходит, чем я вижу сейчас на камере у вас показывает. Но мне она очень нравится. Я ношу ее с розовым пальто. У меня есть такое нежное розовое пальто. А это получается как такой яркий акцент. Супер вместительная сумка. Не могу сказать, что она продержится у меня долго. Я думаю, я проношу ее пару сезонов. Но даже если я буду носить эти пару сезонов очень активно, я буду очень рада. Потому что она на самом деле яркая и классная вот такая. Из обуви в этом году я купила вот такие замечательные сапоги Коз. Это тоже не этого года коллекция. Вот с таким круглым мысом. Здесь прострочка по центру идет. Но мне нужны были черные сапоги. Классические на каблуке. Я не очень хотела с острым мысом. Не знаю почему. И как-то из текущих коллекций тоже не особо так. А здесь идеальная высота каблука. Просто. Во-первых, идеальная высота каблука и его устойчивость. И они меня просто покорили. Хожу я в них, считаю юбки, платья. Идеальный аккомпанемент. Абсолютно базовые сапоги. И очень хорошего качества. Там все. Кожа, подошва. В общем, все-все-все. И вот эти ботинки, которые вы уже видели не раз. У меня спрашивали, где я их купила. Это манго. Это коллекция весна 2021. Это полностью кожа. Моя политика покупок основана всегда на том, что я выкладываю себя в корзину вещи. Во-первых, хорошего качества. Премиум качества в масс-брендах. Например, H&M. В манго. Вот то, что идет кожа натуральная. А потом просто забываю. И во время распродаж иногда с удивлением смотрю, что эта вещь осталась доступна. И она осталась, например, в моем размере с идеально шикарной какой-то огромной скидкой. И тогда я эту вещь беру и радуюсь жизни. Абсолютно тоже актуально. Несмотря на то, что прошлый сезон. Крупная подошва собирает миллион комплиментов. У меня все спрашивают, где я их купила. Но, в общем, однозначно, мне кажется, это суперпокупка, которую я не зря сделала. И, кстати, сейчас я их в последнее время ношу. В основном только их. Так что безумно рада. Пока снимаю я это видео, я купила еще две вещи, которые я не могу вам показать, потому что они у меня здесь не находятся физически. Это аркет полусапожки. Найду вам сейчас, показываю фотографию. Под крокодила. Это кожа натуральная. Их я видела тоже в Копенгагене, но остались они только в маленьком размере, супермаленьком. И тоже заставили меня думать о них. Я начала смотреть по сайтам и увидела, что в Европу, в европейский, именно французский, почему-то сайт, был доступен мой размер. Я его взяла, друзья. Он приехал уже к моей подружке. Эти ботиночки, они меня там ждут. Как раз до весны. И я очень рада. Тоже это суперпокупка, инвестиция, потому что форма актуальная. Цвет тоже у меня такого цвета нет в гардеробе. В таком формате, в классическом. И отличная инвестиция. И следующая покупка это юбка из кос. Тоже я ее примеряла, показывала вам. Влюбилась в нее сразу. И для себя поставила галочку, что куплю я ее себе на распродаже. И купила я ее на распродаже в кос во Франции тоже. Потому что вы знаете, да, разница в цене. Мне это не горит. Мне не нужно эту вещь получать тут же. Зимой тем более я ее носить не буду. И как раз таки она приедет вот на днях к моей подружке. И у меня будет такая юбка из кос. Сжатого материала на запах. И просто супер идеально она дополнит мой юбочный гардероб. А, мы с вами поговорили про аксессуары. В этом году, мне кажется, я не так много ничего особого не покупала. Такого яркого, да. Купила кольцо в кос. Покажу сейчас. Показываю вам его более близко. Просто мне понравилось. Он тоже как-то видел его, примерил. И поняла, что симпатично смотрится. И будет хорошо тоже дополнять образы. У меня мало вещей в таком желтом золоте. Поэтому, особенно со стеклом, смотрится оно очень классно. И сережки. В них я тоже влюбилась безумно. Кожаные серьги кос. Они, кстати, у нас сейчас, вчера я ездила в Тюрих, висят на распродаже. Поэтому, друзья, может быть, вы тоже сможете выхватить. Серьги безумно яркие. Смотрятся они дорого. Смотрятся они интересно. Я их очень люблю. Однозначно рекомендую эти серьги. У них очень... У них очень актуальная форма. И они супер ярко смотрятся. И дополняют просто идеально любые образы. В которых есть, например, белый цвет. Либо нет. И вы хотите сделать акцент. Вот. Две такие покупки из кос. Такая небольшая, да? Небольшие вещицы. Ну так, чтобы себя порадовать. Та-дам! Вы уже, наверное, здесь посмотрели мое видео с примеркой из косы Масима Дути. Недавний. И я там вам задала вопрос. Как вы думаете, купила я или не купила... Вот этот... Вот эту водолазку. Я ее купила, как вы видите. И гонялась за этой водолазкой. Опять-таки, немного я заторможена. Иногда бываю. То есть я ее увидела. Она мне понравилась. Как всегда думала-думала. В итоге думала до тех пор, пока закончились размеры. И на распродаже в том числе. И так думаю, ну расстроилась. Думаю, ну ладно, значит не моя вещь. И в итоге, представляете, прихожу вчера в косы и смотрю, они висят. И я просто а-а-а! И я вот сразу ее взяла. Она смотрится великолепно. Очень такой приятный, холодный, бирюзовый цвет. Пайеточки, кстати, супертренд следующего сезона. И как тренд я могу носить в повседневной жизни с обычными вещами. Посмотрим, как я это внедрю. Либо, когда тренд этот отойдет, эта вещь мне будет служить, например, для того, чтобы снимать видео и выглядеть как-то эффектно. Либо, например, на праздники. То есть это более долгоиграющая инвестиция, чем просто, например, какая-то трендовая вещь. Потому что это два в одном. Достаточно универсальный и безумно красивый цвет. Вот. Это, наверное, друзья, все мои покупки, про которые я хотела вам рассказать за этот год. Вам судить много это или мало. Мне кажется, это немного, правда. Особенно, опять-таки, для человека, который связан с миром моды. Но мне вполне достаточно. В следующем году я делаю акцент для себя на обуви. Хочу все-таки купить таби-бутс, марджелла. Это моя цель. И несколько, может быть, люкс-сумок. Я смотрю на Ману Ателье, на Луэве и на Акне Студио. То есть это такие мои хотелки. Это вот глобально то, что мне могло понадобиться. Больше, чем какая-либо одежда. Потому что одежды у меня достаточно. Такие мои планы на следующий год. Надеюсь, они сбудутся. Загадаю себе желание под звон бокалов, под вот этой елочкой. И все будет хорошо. Друзья, это, наверное, последнее мое видео в этом году. Вас уже ждет небольшой сюрприз еще. Но такое глобальное большое видео последнее. Поэтому я с вами прощаюсь. До следующего года. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok